Следующий фрукт это арбуз. Мы будем с вами рисовать не целый фрукт, а его дольку. Самое первое обозначаем форму нашего объекта. Фрукт я рисую в небольшом развороте, чтобы придать объем и более интересный и аппетитный ракурс. В настоящей работе я буду использовать три цвета. Красный, зеленый и черный. Кстати, как альтернатива, вместо черного песка можно рисовать и коричневым. При работе с цветным песком учитывайте тот фактор, что его фракция немного крупнее и немножко отличается в целом, чем обычный кварцевый натуральный материал. И поэтому при рисовании, особенно при приемах засыпки, вы увидите и почувствуете, что крупинки немного отскакивают от стекла и ведут себя весьма независимо. Этому не стоит удивляться, поскольку свойства цветного песка немного отличаются от обычного. Переходим на работу с зеленым оттенком и достраиваем форму арбуза по уже нарисованной пирамиде из красного песка. Еще одно интересное свойство цветного материала это возможность углублять его в цвете. Например, если вы будете сыпать зеленый песок на одно и то же место, то цвет станет глубоким и темно-зеленым. Если же вы будете использовать легкую засыпку, то соответственно цвет будет светло-зеленым. И как раз в данном примере на зеленой корке арбуза я применила и показала данное свойство. Завершающий этап рисование косточек и падающей тени. И здесь главное не переусердствовать. В косточках по их количеству и размеру, а в тени по глубине засыпки. Итак, наша аппетитная долька арбуза готова! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok